Война и мир на Днестре. 30 лет бендерской трагедии. В Тирасполе и Рыбнице прошли конференции. На встречу со студентами приглашены представители власти, ученые, казаки, студенты и суворовцы. Говорили о памяти и истории. Студенческий центр БГУ в зале представителей власти, ученые, казаки, студенты и суворовцы. Сначала минута молчания. В докладах в воспоминании факта о бендерской трагедии. 19 июня 30 лет, как Молдова напала на мирный город. 19 июня – это не только день памяти и скорби Бендер. Это день памяти и скорби всей республики. То, что случилось в этот день, то, через что прошла наша молодая еще тогда республика, действительно осталась в памяти, действительно осталась в сердцах наших граждан на всю жизнь. Мы это мероприятие ориентировали на то, что молодые люди должны знать, должны помнить и должны понимать, в чем была трагедия и вообще в чем была суть вот этих всех событий. Бендерская трагедия – кульминация войны 92-го. До бендер силовики Молдовы несколько раз нападали на дубосары. С весны не прекращались боевые действия. Дубосары под огнем. Под Григориуполем расстреляли скорую помощь. В Слободейском районе орудовала группа террористов во главе с Ильей и Лашку. Они убили Николая Остапенко и Александра Гусаром. Эти события – звенья одной цепи. Нападение на бендера – продолжение силового сценария. Там главное все. Начиная от того замысла силового подавления, которым болело руководство Республики Молдова, когда принимало решение о вводе бронетехники, о применении тех же самых снайперов и всем остальном. Это первое. А второе – это, наверное, беспримерный героизм приднестровцев, которые сделали все для того, чтобы город освободить. На конференцию пришел и первый президент Приднестровья Игорь Смирнов. И вы это должны помнить и гордиться. Именно Приднестровье встало и сказало – нет национализма, нет геноцидов. А это было. Вокзал, Россия, Заднестр, Днестр, кого и так далее. Геноцид против собственного народа. О бендерской трагедии говорили и в Рыбнице. Там тоже прошла конференция.